Друзья, сразу после матча рядом с нами полузащитник Волгаря Игорь Иноземцев. Игорь, попоздравляю вас с победой, во-первых. Расскажите, за счет чего сегодня удалось обыграть соперника? Спасибо большое. Обыграть соперника удалось за самоотдачу нашей команды и характера. Что сказал главный тренер в перерыве матча? Когда команда уже вела в счете с хорошим таким заделом. В перерыве была установка такая же, но более-менее, как сказали, играть поспокойнее. Ну и все, в принципе. А как играть на выезде? Играть на выезде тяжеловато, но мы доказали, что мы можем и на выезде выигрывать, и дома. Чувствовали поддержку болельщиков? Пару человек на трибунах все же было. Ну да, мы чувствовали это. Как бы, так сказать, даже хорошо, что нас поддерживают даже на выездах. И спасибо им большое. А кого в составе своей команды можешь выделить? Максима Лупаокова, Пашаева. Ну, вот тройку нападения Пашаева, Лупаокова и Сорочана. А свою игру как оценишь? Игру оцениваю положительно. Чуть-чуть я бы подкорректировал ее. Ну, а так все хорошо. И как коллектив относится к юношеской футбольной лиге? Коллектив относится положительно. Это масштабный турнир для нас. Мы здесь показываем уровень свой. Понимаете, что можете при хороших результатах попасть даже в сборную России? Да, мы понимаем. К этому и стремимся. Что ж, мы пожелаем вам, чтобы у вас все непременно получилось и дальнейших успехов вам. Это был Игорь Иноземцев. Друзья, рядом с нами Заврубек Ахметханов. Заврубек, ты вышел во втором тайме. В целом, оцени игру команды. Несмотря на не очень хороший результат. Считаю, что если бы мы с самого начала реализовали бы свои моменты, игра могла бы пойти совсем по-другому. Такая картина игры у Академии футбола Рамзан наблюдается не первый матч. Что тренеры говорят по поводу реализации? Очень хороший первый тайм команда проводит, но вот во втором тайме немножко сдает физически, может быть. Что тренеры говорят по этому поводу? Не знаю. На тренировке над этим работаем. Так, тренер в раздавалке перед игрой просил, чтобы оппозиционно выходили из обороны. Играли в пас. Спокойно, чтобы играли. Желко до конца, до свистка. Сами ребята между собой в таких приватных разговорах, беседах о чем говорят. Результат 4 матча, 4 поражения, конечно, в психологическом плане это тяжело. Но как вы настраиваетесь, как находите мотивацию к следующему матчу? Да, обсуждаем, настраиваемся на каждую игру. Не знаю, не получается никак. Руки не опускаются. Дальше ожидать там. До конца. Что ж, мы желаем вам удачи, успехов в дальнейших матчах. Спасибо. Друзья, рядом с нами главный тренер Волгарян, Борис Живак. Борис Сергеевич, поздравляем вас с победой. За счет чего удалось сегодня переиграть соперника? Спасибо за поздравления. В первую очередь, наверное, чуть больше хотели выиграть за счет желания. И, конечно же, то, что мы говорили на установке, ребята просто выполнили установку полностью. И поэтому положительный результат сегодня у нас. То есть совсем не в чем упрекнуть своих ребят, да? Да, такого не бывает. Если бы без ошибок играли, если бы в 0-0 закончился матч. Есть ошибки, но не критичные, которые можно поправить в тренировочном процессе. Знали наверняка, что команда из Грозного проиграла 3 матча. В психологическом плане тяжело играть против такой команды, зная, что ранение зверевым опасен вдвойне. Да, конечно, мы как раз на этом акцентировали внимание. На установке тоже об этом сказали, что ребята проиграли 3 игры, да, и 2 из них дома проиграли, да, и что будут намного хотеть выиграть здесь, да, при своих болельщиках, при своих трибунах. Поэтому предупреждали ребят, чтобы были внимательны и более сконцентрированы на игре. Кого вы выделите в составе своей команды? Сегодня не хотелось бы кого-то одного выделять, да, сегодня вот именно, что, если бы вам брать первые там 3 игры, да, такого не было, а вот сегодня именно выиграла команда вся полностью. Чувствовалась поддержка ваших болельщиков? Да, чувствовалось. Спасибо, приехали, поддержали, спасибо им большое. Насколько крутой турнир UFLU? Он очень, очень крутой и в медийности, и в самом, и в соревнованиях, да, это большой прогресс, что такие соревнования РФС сделал, да, и это для ребят в первую очередь, да, потому что уровень данного соревнования приближен к профессиональному футболу, да, и по организации, и по всему остальному, поэтому это круто. И может попасть даже в сборную России? Конечно, да, я знаю, там двое с нашей зоны уже попали, там, с Владикавказа и с Академии Ротор. Что ждать дальше от вашей команды? Ну, в первую очередь у нас стоит задача, это выйти в первую четверку, да, в дальнейший раунд соревнований, вот, и хотим побеждать в каждом матче. Что же нам остается пожелать вам удачи в дальнейшем. Спасибо. Удачи. Друзья, рядом с нами главный тренер Академии футбола Рамзан Ахмед Межеев. Ахмед, ваш комментарий по матчу. Что не получилось, что получилось? Это тот случай, когда, можно сказать, как это, было бы смешно, если бы не было так грустно, да, как говорится. Ну, что, начало, я считаю, было за нами минут 20. Мы и контролировали, и моменты были, и подходы были. Не забиваешь ты, как говорится, забивают тебе. И так и получилось. Не они забили так, мы сами себе забили этот гол. Ну, так, поздравляю с победой соперника, хорошая команда. Наверное, для зрителя это интересная игра была. Уйма голов, уйма моментов. Ну, как для тренера это тяжело для меня. Уже вторую игру подряд мы пропускаем по пять мячей. Ну, не знаю я даже теперь, что даже комментировать. Вы знаете, в Грозном всегда весело. Да, я с вами согласен. Начало вашей команды просто прекрасное всегда. Вот все матчи, которые я наблюдал с комментаторской позицией. Очень хорошее начало, реализация подводит. В этом плане какая работа ведется? Я с вами согласен. Мы разбирали и соперника нашего, просматривали их игры с Аланьи. И они всегда пытались позиционно выходить с обороны, чисто позиционно. Мы прессинговали, как вы заметили, у нас получалось. И моменты были. Ну, видимо, на 20 минут хватило нас только. Ну, и так. Видимо, наш настрой на 20 минут хватает для моей команды. Видимо, в этом тоже мне надо будет поработать. Как вы сказали, команду хватило на 20 минут. А кого-то из игроков, вам лично, как тренера, не хватало сегодня? Не хватало крайнего защитника Эльдарова. Эльдара. Он получил травму. И без него тоже тяжело было сегодня. Что дальше? Не знаю. Я даже не знаю, что будет дальше. Будем работать. Посмотрим. Может, тренера сменим. Что ж, мы желаем вам, чтобы ваша работа принесла непременно вам хороший результат. Спасибо вам за игру. Спасибо. 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 Спасибо.